на улице начался дождь время без пяти час я иду на маникюр соседнее здание соседний дом там салон красоты нила записалась на час все ждала когда дождь закончится мне еще надо потом кулинарю съездить то есть кондитерскую на плане на почту зайти там магазин зайти может быть короче накинула ветровку начался дождь сразу погода испортилась 18 градусов всего и зонтик взяла потому что дождь идет ладно все ребят побежала на маникюр сделала даже не знаю как вам показать вот такой обычный сошла магазин все купила что хотела хлеб персики на работу там сладости купила за день рождения завтра отнесу все приехали домой нагулялась под дождь попала хорошо что зонтик был всем добрый вечер время уже 7 часов пришла с работы 31 июля сегодня завтра у нас уже август 1 августа меня выходной пятницу работаю почетном ближайший месяц субботу отдохну завтра отдохну в четверг так пришла чаю попила есть пока не хочу готовить пока ничего не буду завтра может у магазин схожу 7 часов ровно 7 на улице вот на солнце 23 показывает ну так оно и есть может 21 с работы выхожу там такой дождь сильный ливанул я даже пришлось переждать минут 5 немножко дождик стал потише я рванула к метро работала сегодня первый день после отпуска в общем то все нормально более менее единственное что отвыкла вставать по утрам рано сегодня еле встала а так как мы ложимся всегда поздно где-то пол первого пол седьмого уже вставать то есть спать всего 6 часов 6 часов это маловато поэтому я вчера днем еще часок поспала но видимо мне все равно не хватило но просто с непривычки как так первый день немножко тяжеловато вставать хорошо что на сегодня короткий родной хорошо что сегодня короткий рабочий день все-таки до 6 вечера не до 9 немножко так полегче что привыкнуть все-таки с отпуска лучше в короткий день выходить длины тяжеловато как-то сразу но ничего но в общем половина отпуска отгуляла свои две недели законные у меня еще две недели есть попозже возьму в октябре где-то через пару месяцев надо будет определиться куда еще съездить короче только вышла на работу первый день если честно я еще даже не вышла я уже начала следующую поездку планировать я уже приблизительно знаю куда я поеду на родину съезжу к своим на дней на 5 билет еще не брала на поезд кстати надо поглядывать и брать а то опять пролечу как фанера над парижем с билетами с этими там не так как много в этот день всего один поезд идет ну каждый день у нас там один поезд только останавливается уходит почему-то и билеты продают только в 4 вагона в лучшем случае два животными два без животных ну короче выбрать надо но мне животное все равно как собака конечно не очень мне наверное будет не очень приятно если кто-то собака будет ехать а вот если с кошками то нормально я хотя даже если у меня на них аллергия все-таки кошкам я нормально отношусь вот прошлый раз такой шикарный кот с нами ехал кошек обожаю собак как-то меньше не но если собака воспитанная не лезет своим мокрым носом не трется то нормально не гавкает на тебя тоже хорошо не к маленьким собачкам я еще более-менее отношусь от большей как-то большие все-таки мне кажется большие собаки они не для квартиры и не для поезда они все-таки должны своем доме жить где-то там будки на улице неважно где но не в квартире и не в поезде я вообще считаю с большими собаками отдельная купе надо брать вот я даже если бы я любила собак я мне все равно было бы неприятно рядом с собаками ехать с кошками а нормально я сочувствую собаками меньше оптимизма у меня по отношению большим собакам я устала ребятки пойду я только пришла только успел чай попить по-быстрому перекусила вроде не так уж и есть хотелось не как-то я наверное сейчас пойду в душ может быть даже лягу полежу может усну полчасика посплю хотя бы что-то прям весь день сон тянула спать хотелось следующий год мне только все мысли когда отпуск об отпусках еще не успела выйти уже следующую поездку планирую и уже заранее думаю на следующий год когда у меня отпуск все-таки что-то были бы отпуска почаще у нас и честно говоря я бы хотела каждое чтобы каждый сезон был отпуск и дней по десять чтобы в год а лучше по две недели каждые три месяца две недели было бы вообще идеально то есть я не знаю мне что-то 28 дней маловато было бы хотя бы 40 хотя бы четыре раза в год вот каждый сезон по 10 дней было нормально ну или как-то все-таки 28 дней маловато я не знаю я никогда не брала разом 28 дней хотя блин я уже стал забывать я когда поликлинике работала у нас опуск 6 недель был 36 дней вот это было нормально принципе мы всегда раньше брали сразу целиком сразу полтора месяца то есть допустим и всегда летом брали у нас было сотрудников не так много в регистратуре сначала одна нас на окне в основном мы вдвоем работали то есть вот мою смену двое в другую смену двое сначала одна берет полтора месяца там по 15 июля с пятнадцатого друга полтора месяца до 1 сентября блин и вообще классно было замечательно потом у нас одну неделю забрали дополнительного отпуска потом вторую неделю забрали сказали вам не положено вы вообще не медики в регистратуре ну как то вот так все хуже и хуже с каждым годом по крайней мере в поликлинике все льготы с нас поснимали все дополнительные отпуска поснимали ну а сейчас везде по моему сейчас везде 28 дней отпуск не знаю там может кому-то за вредность где-то и добавляют все-таки к советское время как-то было все более более справедливее как-то сейчас как-то как-то не очень мне кажется раньше лучше было более как-то было справедливо как-то по-честному людей год какие-то были люди отдыхали больше не знаю мне хотелось вернуться вот в восьмидесятые годы говорят был застой но мне кажется было все нормально все было правильно в семидесятые по моему тоже было более-менее нормально не знаю как там при хрущеве я не жила как-то может и жила но не помню сято я не знаю как там было вот семидесятые восьмидесятые было нормально разруха началась девяностые вот горбачев все началось наверное вот правильно говорят что разруха не в головах не в клозетах а в головах вот началась разруха в головах страна рухнула а сейчас не знаю что-то как-то очень медленно все налаживается вроде налаживается но как-то очень медленно короче мы не доживем до лучших времен мы уже на пенсии нам уже ничего не светит если только пенсию нормально сделают ведь на том было бы спасибо ладно ребятки тебя устала сегодня пойду-ка я отдыхать всем пока